Дорогие соотечественники, темой нашей сегодняшней беседы будет постоянная наша забота о том, кто мы такие, почему мы так живем, почему одни народы живут лучше, другие живут хуже. То есть речь пойдет о нашем менталитете, о менталитете других народов. Кто-то сказал так, мудрый человек, с кем поведешься, от того и наберешься. Давайте посмотрим на себя через призму других и на других через зеркало собственной души. Для этого мы пригласили замечательного собеседника, одного из самых остроумных людей Кишиневы, я имею в виду Руслана Ускова. У него в титрах написано «Адвокат», а на самом деле это многогранная личность. И вот, как говорится в одной старой мудрой сентенции, слушайте мудрых, учитесь у умелых. Здравствуйте, Руслана. Спасибо за такую оригинальную презентацию. После Бивальди, значит, зима вроде проходит. На самом деле, вот можно говорить о менталитете, о культурах людей. Не проще ли сказать так? Ну, каждый человек, индивид, личность, сущность, все мы абсолютно разные. Что возьми внутри какой-то группы, отличия в классе, в каком-то сообществе, в Маголесе это село или там группа село и так далее. Вроде как каждый индивидуал и вроде... Но почему-то, когда попадаешь в чужую страну, вдруг начинаешь видеть, что вот они какие-то другие, да и мы какие-то другие. То есть, если так, вот проблема личности. Ну, личность, личность, да, каждый не повторим, все понятно. Но потом, когда вот удаляешься или как-то посмотришь откуда-то со стороны, вдруг начинаешь понимать, что мы все-таки разные. Что разнит нас и что объединяет? Вот о чем можно говорить? Да, я тоже езжу по разным странам. Конечно же, вижу различия, которые существуют между людьми и как бы в индивидуальном порядке, то, что касается в отдельном смысле, допустим, там норвежцев, китайцев, африканцев и как сообществ. То есть, и как сообщество мы разные. История, место проживания, вот это людей объединяет и вырабатывает в них характерные черты. Как люди жили, в каком окружении они жили, чего добились или что потеряли. Это все влияет на менталитет, скажем так, нации, на характер нации. И, исходя из этого, люди уже живут в каком-то смысле в рамках, вернее, сообщества людей в данном случае, в рамках собственных представлений и приоритетов о себе самих же. Вот мое мнение. То есть, люди сами, кстати, часто выдумывают, что вот мы такие, и так они себя уже и ведут в дальнейшем. Одна из характерных черт, которые у нас есть, мы часто себя сравниваем с другими и думаем, что мы хуже. Я, например, так не считаю. То есть, где-то хуже, где-то лучше. То есть, если посмотреть по некой шкале, то есть, мы живем, условно говоря, в некой условной середине. То есть, есть множество народов, которые живут лучше нас, но еще больше народов живут гораздо хуже нас. И экономически, и социально, и так далее. Мы как-то вот последние, мне кажется, десятилетия привыкли после, и, наверное, это как бы обратная реакция, после там советской гордости, у советских собственная гордость, на бружуев смотрим свысока. После этого как-то мы бросились в другую крайность. То есть, полностью перестали ценить себя, свои заслуги, свои реальные достижения. Мы постоянно себя сравниваем с, не знаю, со швейцарцами, со шведами, к примеру, с англичанами, у которых совершенно другая история, совершенно другие условия формирования нации, личности. И себя считаем хуже других. Я не считаю, что мы хуже. То есть, мы другие со своими минусами, естественно, но и со своими плюсами. Уверяю вас, что у всех народов аналогичный набор существует. То есть, на этот вопрос, что можно ли так вот говорить, что помимо индивидуальных различий, потому что одно время это отрицалось, говорилось, ну, все народы абсолютно одинаковые. Ну, конечно, в каждом есть свои подлецы, свои гении, свои там удачники, неудачники. А в принципе, ну, как бы мы ничем не отличаемся. Ну, ваш опыт, Руслан, говорит о том, да и мой опыт, и любого человека, кто где-то поездил, посмотрел, мог сравнить, говорит о том, что все-таки такая вещь, как национальный характер, вот за что Эренбургу часто влетало, что вот он в своих воспоминаниях использовал, он утверждал, я утверждаю, что такая вещь, как национальный характер и национальный менталитет все-таки существует, что это не является какой-то некой выдумкой. 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 Да. В рамках марксистской теории классов понятно, что все остальные факторы, они преуменьшались. И религиозные, и исторические, и так далее. Только класс имел значение. То есть, если ты из пролетариев, значит, ты молодец. Если ты из буржуев, значит, тебя надо как бы прояснить. Да. Скажем так. Да, в те времена так было. Но, в принципе, это очевидный был перегиб, поэтому то, что у народов существуют свои характеристики, здесь нет ничего удивительного. Я вот сейчас недавно там перечитывал большой кусок из истории Польши, большой за много лет, и поражаюсь вот этой особенностью, одной из многих черт у них, понятно, как у любого народа свои черты, но поляки никогда не могли договориться между собой. Вот они столетиями между собой воевали, постоянно у них была эта шляхта, постоянно сейм, который был... Ни к чему не приходил. И постоянно эта страна, ее разрывали то немцы, то русские, то Габсбурги, то шведы, и они в первую очередь больше всего себе вредили. Ну, я в данном случае просто привожу пример о том, что для меня бросилась в глаза вот характерная черта недоговороспособности вот этой нации, к примеру. Понятно, что есть и прекрасные черты в этой нации, но, проводя аналогию, и у нашего народа есть характерные черты определенные, которые уже сформировались, и они очевидны для нас же самих, и для сторонних наблюдателей тоже, естественно. И вот, как бы, сразу вот такая мысль приходит. Вот я всегда удивлялся. Вот приезжает, у меня, например, мать русская, отец молдаванин. Ну, тут, понятно, к своей родне в Россию приедешь, там я для них молдаван, и вы все молдаване, допустим, что-то там начудили, начебучили, вот такие-сякие. Я понимаю, ну что, папа молдаванин, тут ясно. Вы хотите, не хотите, защищайте своих. Да, если здесь попадаешь в какую-то определенную, скажем так, среду, то, эй, мы русскую, елку, если так, ну, понятно. Я вас хорошо понимаю, у меня отец еврей, мать русская. Вот, так что это... И вот, что поразительно, вот, когда наши, вот, русские этнические люди приезжают в Москву, вот здесь они, как бы, немножко чувствуют, ну, вот мы русская, я слышу, мы русские именно, технически, четко, но когда они попадают куда-нибудь там в Москву или в Питер или еще куда-то, они вдруг потом мне рассказывают, слушай, меня там чистили и хвостили за все наши молдавские художества. Я говорю, ребята, так я же ваш, типа, родственник, я же, типа, русский. Говорит, и потом на меня накатывала волна, и я вдруг чувствовал, что я молдаване. Я говорю, а вы там тырым-сырым, то-дым-су-дым. То есть, о чем это говорит? Вот там промелькнуло у меня, с кем поведешься, от того и наберешься. То есть, вот это, еще Дмитрий Кантемир поражался, как у нас вот столько народностей, национальностей, потому что понятие нации и национальности чуть-чуть разные вещи. Вот мы являемся многонациональной нацией, скажем так, если нация, то, что населяет это. И, да, перейдем на ты, тут как-то я вот в этой системе имен-отчеств. Создается такое впечатление, что еще Дмитрий Кантемир заметил, и в своем описании Молдавии, кстати, не Молдовы, а Молдавии он писал, из-за этого он получил в Прусской академии наук титул академика, на латыни была работа эта написана. Поэтому и Молдавия. Дескрипция Молдавии АЭ читается как Молдавия, как Молдавия, да? И заодно он и в России считается первым русским академиком, потому как был советником Петра Великого в то время. А сын его является одним из признанных основоположников литературы. Да, светской литературы. И Белинский об этом писал все. То есть, и вот этот человек, который фамилия Кантемир явно говорит о тюркско-татарских корнях. Причем кто-то из его дедов, да и сам отец были лихими всадниками. Баршебазуками. Да, да, совершенно верно. Вот с пахием или кем там были. И потом вот это, с другой стороны он прекрасно знал греческий язык. Да он вообще был полиглотом невероятным. И вот он пишет, говорит, меня поражает, сколько у нас здесь в Молдавии, о которой он написывает, сколько различных национальностей. И как они умудряются уживаться друг другу. Вот что скажут? Язык является отражением вот этого смешения. Даже как бы если мы говорим о молдавском, румынском языке, то если посмотреть в процентном отношении количество слов, я не помню это процентное отношение, но в этом языке большое количество тюркских слов, прямо речь идет о 10-20 процентов, не помню точно. Большое количество славянских слов, большое количество романских слов, как основа. Это и от... Французизм в последнее время. Это уже более позднее заимствование, там французизм, англицизм современный. Но вот если смотреть даже на структуру языка, если понимать, что язык как бы является как зеркало души и нации, потому что это не подменишь. Ты не обманешь зеркало, язык невозможно обмануть. Если в твоем языке огромное количество турецких, славянских, романских и так далее корней, это означает, что это является частью этой культуры и части этой нации. То есть, может это нравится, может не нравится, это как человеку нравится или не нравится, когда он глядит в зеркало, но от этого не меняется ничего. Это уже твоя личная оценка. В отношении того, как у нас здесь намешано разных национальностей, я вот как-то написал даже эссе, и там я высказал свою мысль, что Молдаване в период распада Советского Союза оказались вдруг каким-то образом самой толерантной нацией из республик, в которых осталось русскоязычное меньшинство. Потому что если сравнить с Прибалтикой, если сравнить с Закавказьем, если сравнить с Азией средней, если сравнить даже с Украиной, ну, не считая Белоруссия, которая как бы специфическая в данном случае страна, то именно в Молдове то есть русскоязычные не почувствовали того массового прессинга, который происходил в других республиках. То есть вот сама нация проявила их, то есть этому не учили специально, это не было в специальной политике, наоборот, пытались обострить отношения, но тем не менее произошел какой-то эффект, и мне кажется, что это связано именно с историей нации, когда она всегда была ну, скажем так, в контакте с другими национальностями, причем не случайными, а другие национальности здесь жили всегда. И славяне, и армяне, и греки. И объединяла общая беда. И люди, и люди к этому привыкли, и когда произошло очередное обострение, как это происходит во все века, то есть если там в Прибалтике массовое давление психологическое на уровне социума происходило в Азии, просто выселяли в Азербайджане, в Грузии, в Армении, это одни из самых мононациональных чистых стран, то есть там основное население составляет 90, в Армении, по-моему, 98% армян проживает. Ну, к тому, что говорю, что меньшинств там нет, и, соответственно, умение общаться с меньшинствами там практически отсутствует с меньшинствами. У нас же наоборот, за счет вот этой древней истории сожительства разных наций, у нас в реальности конфликта не существует междунационального. Понятно, что всегда есть политики, которые пытаются разжечь эти конфликты, всегда есть просто сумасшедшие люди, которые там впадают в свои состояния и клюкшествуют. Но в массе своей, посмотрите, мы живем в стране, где межнациональные браки не то, что не редкость, вообще сказать, что у нас межнациональный брак редкость, это как бы вообще смешная постановка, то есть не у вопроса, то есть ни у кого не возникает таких вопросов. Я уже не говорю про смешанные компании, там, друзей, одноклассников, бизнес и так далее, и так далее. То есть это проявление вот специфики молдавской нации, молдавского народа, многонациональности, открытость к другим национальностям. И при этом эта нация не растворяется и не как бы не теряет своих достоинств, может быть, только принимает какие-то плюсы от других, мучится постепенно. то есть если посмотреть на этот вопрос чуть-чуть как бы с другой стороны, я часто вот пытаюсь смотреть с другой стороны, это очень трудно, потому что обычно человек вот находится на какой-то позиции, вот как говорят по-мудренному, рефлексивной, то есть на какой-то позиции говорит о чем-то в каких-то терминах, смотрит на что-то, как на что-то, вот на стакан можно посмотреть как на стекло, в котором вода, и это для того, чтобы выпить, а можно посмотреть как средство плеснуть кому-то в лицо, мы это видели на произведение дизайна, допустим, дизайнерского искусства. То есть это можно вот когда дети начинают с чем-то играться, поражаешься, у нас с какой-то палочкой, у него это и лошадка, и ружье, и бог знает что. То есть ребенок от рождения обладает потрясающей вот этой креативностью смотреть на вещи и видеть... Креативность связана в основном, что еще не наложились матрицы штампов и родителей. То есть это как бы даже не столько креативность, сколько отсутствие границ или штампов. И вот я как ни странно вот хочу что сказать. вот каждая национальность я терпеть не могу это слово национальное меньшинство. Это какое-то вообще для меня непонятное, что значит меньшинство. Предложите, кстати, другой термин, который бы описывал данный феномен. другой термин. Если по-научному очень просто, этническая группа можно сказать и закрыли вопрос, чтобы не было minority, там, majority и так далее. Да, в данном контексте. А если по-простому и по-народному, так венжат другие нации, понимаешь, это украинская. Я, кстати, очень люблю английский и украинский юмор. Я не знаю двух более противоположных систем шутить, чем вот украинская и английская. Там все построено на каких-то очень тонких нюансировках, чтобы мозг поскользнулся, шлепнулся, а потом ха-ха-ха. А украинский тебе сразу скажет, да там же корова, что там сделано, ты ругат вылез. То есть другая система совершенно. Так вот, разные национальности по-разному смотрят на мир. Да. И это же огромное богатство иметь в коллективе людей, которые видят мир по-разному, воспринимают, взаимодействуют с этим миром, взаимодействуют друг с другом. То есть по-хорошему мы должны бы были быть необычайно богатыми, имея такое генетическое, культурное наследие, общую историю и так далее. И вот возникает вопрос, почему мы разбегаемся сейчас в разные стороны, в основном куда-то уезжаем, бегаем, самые энергичные, самые... Что случилось с нами? Что случилось? Во-первых, я хочу сказать, что в этом смысле Кишинев, как самый крупный город, а носитель цивилизации сегодня это города. Соответственно, Кишинев за последний век он трижды лишался своей, скажем так, интеллигентной прослойки. То есть первый раз это произошло в 1917-18 году, когда вместо Российской империи пришло румынское государство. То есть вся интеллигенция, которой были врачи, военные, чиновники и так далее. То есть они были заменены, они составляли городскую интеллектуальную среду. То есть только за 22 года наросла румынская, как бы местная, кишиневская интеллигентная прослойка. Опять же многонациональная. Двое суток снялись, уехали. Потом уже после 40-х годов нарастало, нарастало, постепенно, и это был довольно долгий рост, то есть конец 40-х, 50-е, 60-е, 70-е, до тех пор, пока не начали уезжать евреи сначала в 70-е, 80-е годы, потом, когда началась перестройка, поехали русские, а потом поехали и молдаване. Помнишь, чемодан, вокзал, Россия, и поехали под конец сами молдаване? Да, то есть в результате у нас на сегодняшний день, ну, можно сказать так, что страна депрессивная, то есть она не развивается, и люди, которые хотят, ну, хотят получить возможности для развития, они не видят здесь таких возможностей в массе своей, и они уезжают, поэтому. Есть еще чисто технический фактор, как известно, Молдова была один из самых населенных, густонаселенных регионов Советского Союза, а после того, как прекратилась кооперация, как бы промышленная и так далее, здесь оказалось огромное количество безработных людей, и восстановить такое количество рабочих мест было невозможно, то есть когда закрылись заводы, фабрики, крупное агрохозяйство и так далее, то есть у нас просто страна не может генерировать такое количество рабочих мест, то есть это чисто техническая причина, и если в рамках большой страны существует миграция внутри страны, люди могут в США или в России мигрировать из конца в конец для того, чтобы найти работу, то есть у нас просто некуда, у нас проехал 100 километров уже за границей, поэтому люди, нет условий, да, то есть, во-первых, избыток рабочих сил, во-вторых, страна не дает возможности, не дает видение будущего людям, то есть молодые люди в большинстве своем, они находятся, ну, не то чтобы в панике, но они уже, в принципе, определились. Они уже в школе? Они определились уже, готовятся куда-то? Абсолютно верно, то есть даже паники нет у них, то есть они... Это уже предопределено. Да, они понимают, что им надо куда-то... Если речь идет об активных, толковых, энергичных, амбициозных, молодых людях. Понятно, что есть люди, которые вполне себе, скажем так, развиваются по течению жизни, как будет, так будет, что эти люди больше остаются в стране, если их не выталкивает какая-то нужда или обязательство. Ну, вот, соответственно, если наиболее энергичные люди уезжают, а менее энергичные люди остаются, либо пожилые люди, которые просто уже никуда не могут ехать. Понятно, что у страны больших перспектив в этом отношении нет. Поэтому люди уезжают. То есть все, круг замкнулся. То есть получается такая, как бы, самая разрушительная обратная связь. Да. Вот, к сожалению, вот этот движение... Чем больше людей уезжает, тем больше шансов, что они будут уезжать и в дальнейшем, наши граждане. Потому что люди не привозят сюда деньги, идеи, опыт, навыки какие-то новые, технологии, человеческие, промышленные, политические и так далее. Нет, то есть наоборот, то есть оно все, как бы, разлетается, да, по миру. так что... И вот возникает такой, на мой взгляд, очень интересный вопрос. Я прекрасно помню вот этот ажиотаж, когда ожидали вот эту роковую цифру 2000-го года. Все боялись, что программы все собьются, спутники начнут летать не по тем орбитам, корабли куда-то поплывут, не туда. Да, я помню это паника. И у нас вот здесь была группа американцев, которые координировали в Молдавии вот эти, этот проект 2000-го, чтобы минимализировать все эти риски, как они говорили. Хотя мы видели, наступил 2000-й год, и как-то спутники летели все туда, куда надо, и корабли куда... И 12-й год прошел, когда там календарь мая был. Да, вообще, на самом деле, если задуматься, не было года в истории, описанной истории человечества, когда люди бы не ждали конца света. Это внушает большой оптимизм. Да, что он не наступал. он никогда не наступал. То есть люди ожидали конца света множество раз во всех сектах, в государствах, там по астрономическим каким-то мотивам, политическим и так далее. Но жизнь продолжается в любом случае. Так что... Поэтому все эти истории о конце света, еще раз, если ты смотришь на это более широко и понимаешь, что всегда люди ожидали, это, видно, особенность человеческой психики, вот это апокалиптические ожидания. И всякие веждения, ожидания. Ну, собственно, самый апокалипсис, как конец... Да, это и есть. Да. Конец света. Да, да, да. Собственно, так и иное. То есть это даже и в Библии такое написано. Поэтому, когда люди это говорят, не удивляйтесь, все нормально. То есть это естественный продукт человеческого мозга. И вот к этому насчет продукта человеческого мозга и собственного мозга. И вот этот координатор этого проекта, американец, который созвал там... поскольку я это... с Академией информатизации был организацией объединенных наций отделения в Республике Молдова, естественно, меня пригласили еще пару наших парней специалистов в этих вещах. И когда работы завершались, он сказал, меня знаете, что поразило, говорит, он уже нашим стал, он уже четко отличал, какое бочковое красное вино, какое бутылочное, какое стоит, какое... республика, народ здесь, так сказать, отцахи какой-то, что тут, ну, сплошная беднота, ну, короче, сам это... Абор стереотипов. Я, говорит, вдруг увидел здесь такие, говорит, мозги светлые и с такими знаниями, умениями, потому что приходилось координировать эту работу, она требовала до 2000 года, это вот месяца два оставалось, там требовалось... Это сейчас масса там, кто умеет пользоваться всеми этими гаджетами, наворотами, а тогда не так уж много было. Но в этом смысле лучше ситуация не стала, только хуже, потому что специалистов... То есть вы спросите любого человека, который занимается бизнесом, допустим, у нас в стране... И они, кто умер, кто уехал... Да, то есть у нас один из самых главных кризисов это кризис кадров, то есть найти людей, которые бы были подготовлены... И это был 2000 год, 18 лет тому назад. Это еще наследие, как говорят, проклятого прошлого. Да, это инерция, которая существовала, то есть люди получили образование до этого, они продолжали функционировать здесь. Сейчас найти специалиста почти в любой области крайне сложно. Есть пару областей, которые у нас развиваются динамично в стране, вот об этом можно сказать. То есть у нас, например, динамично развивается все, что связано с IT, то есть неожиданно. Неожиданно. То есть у нас даже вот это выражается в виде IT-парка, у нас это очень популярный факультет, у нас много программистов здесь работает. Связано это опять же с особенностями рынка труда. То есть люди могут найти интересную, высокооплачиваемую работу, не выезжая из страны. То есть они просто работают... Дорогие соотечественники, особенно молодежь, слышали, что сказал Руслан Усков. Не обязательно сразу готовить, смазывать лыжи за рубеж, потому что востребованность специалистов в IT-технологиях у нас очень-очень высокая. Спасибо за позитивную ноту. Есть еще профессии, например, стоматологи. Стоматологи. То есть вы знаете, что есть такой феномен стоматологический туризм, что люди из-за границы приезжают сюда лечиться, потому что квалифицированная помощь и стоит гораздо дешево. Ну дешевле, чем в Италии, в Германии и так далее. То есть люди иностранцы сюда приезжают учиться. И у нас, видите, сколько иностранцев учатся на медицинских факультетах? 90% все стоматологи. Да это сплошь и рядом. Стоматологи все. С сплошь и рядом. Тоже востребованная профессия и тоже как бы хорошо люди... Посмотрите, половина офисов в центре это стоматологические клиники. Ну не половина, но как бы добрые там 20%. То есть все-таки есть какие-то профессии, которые они востребованы. Понятно, что... Причем не только у нас, но привлекают клиентов из-за рубежа. В данном случае, да, люди приезжают сюда. А насчет туризма, что можно сказать? Я, честно говоря, когда вижу туристов в Молдове... Удивляешься, что их присутствуют. Удивляюсь, да. Я удивляюсь, что... То ли уже присыщенность, как бы, то есть люди уже все видели. И думают, дай заглянем. Дай-ка заеду сюда, там точка на карте. Ну, в принципе, у нас цифры по статистике не такие уж и большие. У нас не так уж и много людей приезжает сюда. Они просто, наверное, все толкутся в одном месте в центре Кишинева, поэтому они... Ну, и в Бутученах вот у меня... Да, да, это одни точки. Бутучены... Приглашаю тебя, кстати, в центре... С тебя, друзей, приезжайте в Бутучены. Там сейчас вот на празднике, там такая пыль столбом стояла, там есть всего лишь два ресторана. Один, Володя Пырнова, находится в конце села, а другой по центру, это Анатолий Ботнарян. Да. Вот. И это я не то, что рекламываю, это я с гордостью говорю. Эти люди обеспечили рабочие места, те же самые, для близлежащих сел. У меня вот сейчас есть похожие идеи, я не хочу называть конкретно, я хочу купить дом в селе. Присмотрел уже это село, оно на берегу Днестра находится, очень красивое село, там есть несколько интересных феноменов природных, в том числе, и я хочу купить там дом и попытаться развить это село именно с точки зрения, как руральный туризм, то есть, чтобы там были какие-то пенсионии, чтобы люди могли там приехать и отдохнуть на несколько дней, покушать традиционную пищу, посмотреть традиционную архитектуру, которая там сохранилась. Слава тебе, Господи. И так далее, и так далее. Вот, и в данном случае опыт Бутучен является как раз отличным опытом, что люди тоже, не бросая свои родные села, не бросая свои традиционные традиционные занятия могут зарабатывать деньги и в современном мире тоже. Это, вот, Каевс, я вот этих двух ребят, которых назвал, это я их подбил. Они мне, они удивлялись ко мне в свое время, мой Бутученский дом, послы всякие, там, какие-то крутые люди, и все, и вот это Толя Батнарова, например, он говорит, Виктор Иванович, что же вы не идете, что такое, тут песня. Бери и делай. Я говорю, бери и делай. И в данном случае тоже не для себя. Мне не интересно заниматься ресторанами или гостиничным бизнесом. И люди хотят, потому что я там говорю с людьми, вот местные люди, то есть, причем, вот, если вы здесь как-то поможете, что-то сделаете. Я им сказал про Бутучен, да, все слышали, знают. А считайте, что Бутучена это популярность. Флагман. Флагман, да, перестройки в данном случае, индустрии, которую, ну, если село предполагает, что оно само по себе интересное для приезжих людей, тем более, это недалеко от города. Я в воскресенье, дай бог, поеду, вот, например, в Гагаузию, там национальный праздник Эделези называется, что означает табун. Они там устраивают скачки. Удивительная страна Гагаузия. Я влюблен в нее. Еду там традиционную, традиционные, всякие обычаи и так далее, и так далее. То есть, в принципе, в Молдове есть этот потенциал, его можно развивать. Я удивляюсь, почему это все происходит так медленно еще. И спонтанно. Оно происходит на, вот, знаете, как на базе частной инициативы. То есть, если люди что-то делают, то окей, как бы государство почему-то пока не может это все организовать, хотя формально существуют попытки. Понятно, там разработали рекламу, этот логотип туристический. То есть, важный вклад в развитие туризма. А вот, то, что касается организации, каких-то инфраструктурных проектов, для того, чтобы они помогали людям. Либо иностранцы финансируют различные программы, либо частная инициатива. Это как у нас в городе Кишиневе. Если видишь хорошую плитку где-то на тротуаре, значит, этот частник рядом со своим домом положил. Точно не город. Туфли, да, если сломает. Если видишь разбитый асфальт и так далее, это зона ответственности муниципальная. То есть, поэтому у нас, видите, у нас одна из наших больших как бы трагедий это импотентность политической системы и вслед за этим импотентность государственного и городского управления. То есть, так как политическая система является просто имитацией политики де-факто. А на самом деле это политический бизнес на политике? Это бизнес, да, да. Это имитация. Это какой-то политический Лас-Вегас с политическими казино с частными владельцами. Мне когда говорят, за кого вы будете голосовать, то есть, я говорю, то есть, у нас настолько примитивное политическое мышление в стране, то есть, у нас люди, выбирая мэра города, голосуют не в зависимости от его профессиональных качеств, а в зависимости от того, какой внешнеполитической ориентации он придерживается, поддерживает ли он Москву или Брюссель. Но это бред полный, да, то есть, вместо того, опять же, то есть, выбирают не человека, не человека, который обладает навыками, а человека, который декларирует ту или иную внешнюю, даже не внутри политическую, а внешнюю политическую ориентацию, при том, что наш голос, что в одном случае, что в другой, даже не шестнадцатый, то есть, как страна, то есть, мы не имеем никакого веса внешнеполитического, и когда наши люди это не, как бы, это навязывается, это пропагандируется, то есть, все политики это продолжают использовать, и люди послушно идут, голосуют, либо там за одних, либо за других, причем, опять же, принцип такой, ты поддерживаешь Москву, ты поддерживаешь Брюссель, к примеру, вот это критерий выбора мэра, поэтому у нас улицы в городе и разбитые, понимаете, и будут разбиты, я не вижу оснований, почему бы ситуация улучшилась, то есть, нет никаких системных сдвижек в этом отношении. То есть, какова у нас система измерения будущего мэра, такой мэр у нас и выскакивает. То есть, мне странно, что люди разочаровываются потом в тех мэрах, которых они выбирают, потому что выбирают-то они, собственно говоря, людей по совершенно другим критериям, то есть, они выбирают человека, потому что он, ну, допустим, возьмем последнего нашего мэра, то есть, Дорина, то есть, выбирали его и голосовали по идеологическим мотивам, потом те же люди, которые за него голосовали, возмущались его безхозяйственностью, а что в этом странного, вы же его выбирали не за хозяйственность. И, кстати, не один раз. Ну, это уже частности. Вот что парадоксально, вот я что хотел тебя спросить. ничего не поменялось, потому что критерии выбора, это наша политическая культура, она очень примитивная, да, она очень примитивная в этом смысле, то есть, мы не можем отделить лозунги от практических вещей. Мне, например, я там один раз был свидетелем, мой товарищ в какой-то британской или в американской программе участвовал здесь, они учили местных политиков в селах, которые баллотируются, не заниматься декларациями политическими, а выходить к людям с простыми планами. То есть, выберите меня, я обеспечу, что у вас в селе сделают дорогу, построят школу и осветят село. Не в смысле, осветят... Освещители у нас достаточно. Освещение, да, с этим у нас как раз нормально. Здесь покрытие хорошее, в каждом селе, по сути. Вот, и это было настолько очевидно и настолько необычно, что везде, где эта организация помогала этим кандидатам, которые вместо того, чтобы толкать лозунги, как говорил профессор Преображенский, космического масштаба и космической же глупости, то есть, выходили с простыми... Космические корабли будут борозить Большой Театр. То есть, кандидаты выходили с простым. Выберите меня, не важно, не важно, от какой я партии. Выберите меня, я построю мост, я построю школу, я сделаю дороги. И люди на это начинали реагировать постепенно и голосовать. Но, как ты здорово сказал, первоначально им показалось, что эти западники какую-то чушь и ерес несли. А при чем тут мосты, при чем дороги? Ну, и он же там, либерал или тот же... Так вот, когда люди начнут разделять местное, наши внутренние потребности, почему американцы, допустим, у себя выбирают президентов, исходя из своих внутренних потребностей, а не исходя из внешнеполитических ветров каких-то? То есть, я не только американцев привожу пример, я привожу... Многих можно привести в пример в данном случае. А мы выбираем своих руководителей, как будто они могут повлиять как-то на эти глобальные процессы, в рамках которых мы все живем. Выбирайте тех, кто повлияет на... Надо выбирать тех людей, которые реально могут на что-то повлиять на каком-то уровне. На нашу жизнь. На нашу жизнь. Абсолютно верно. То есть, я могу... Чтобы детишки не уезжали. Я могу проголосовать за любого кандидата, правого, левого, красного, синего, голубого, неважно, какого, если он предоставляет и реализует, соответственно, программу, связанную с нашей жизнью здесь. С конкретными. С конкретными. Да. Как только я слышу от политика эти глобальные какие-то лозунги, как бы, опять же, то есть, для меня это понятно, что это популист, который не знает, что делать, не умеет делать практических вещей. Его задача занять кресло. То есть, на этом его политика заканчивается. То есть, я вам скажу все, что угодно, только дайте мне сесть в это кресло. Потому что кресло дает возможность я о чем говорил, вот о менталитете. Вот где, как понимают. Допустим, если взять там бургоместра какого-нибудь бюргера немецкого еще там 17-18 век. Избирали какого-то всеми уважаемого горожанина, которые знали, что он крепкий, хозяйственный, некрочительный. Да, если человек сделал свой бизнес, свое там, сию. Так понималось. Вот. А здесь понимается что-то типа Майдан-Сходка. У нас очень много общего с украинцами. В каком плане? Вот. Не дай бог в этом смысле. Не, не. Вот, к сожалению, это, не дай бог, у нас тоже присутствует во многом. Потому что, я когда смотрел события на Майдане, и я думаю, товарищи украинцы, у нас же в 2009-м это уже было. И, как это говорят, жест, как у нас кричат, долой там, и все такое. Ну и что? Ну, там, снесли одного, ну, еще там несколько появилось, потом они посносили там друг друга. А у нас, а Майдан, они же повторяли фактически за нами. Поэтому, я не могу сказать, что вот украинцы, они там недалекие, мы тут умные. И, собственно говоря, мы первые постоянно на это на все нарывались. А они считали, ну, вы, молдаване, недалекие, нас не коснется. Вот коснулось, и видим, что творится. Пример Украины должен быть у всех, мне кажется. Как то, чего нельзя делать. Это пример того, как люди, которые хотят улучшить свою страну и хотят позитивных изменений. Причем искренне хотели. Искренне, да. То есть, я уверен, что те люди, которые вышли на Майдан изначально, то есть, они, они как бы были, ими двигали благородные и правильные побуждения. Долой коррупцию, долой варьё из власти. Кто же против? Да, создать, создать, как бы эффективное государство. В результате это закончилось страшным саморазрушением, деградацией страны. То есть, то, что мне кажется, сейчас на Украине ещё и не закончилось, оно ещё будет продолжаться. То есть, это большая деградация, потому что страна расколота де-факто. В стране нет свободы слова де-факто. То есть, любые люди, которые пытаются высказать другую точку зрения, они автоматически объявляются врагами народа. Существуют, по сути, москалями, там два братских народа. Существуют, по сути, чернорубашечники, которые, которые, прямо как в самых классических случаях, Тонтон, Макуты, которые затыкают рты любым инакомыслящим людям. Совершенно верно. И мира таким образом, конечно, не достичь. А что в результате произошло? То есть, вся революция происходила под эгидой борьбы с коррупцией и остранения олигархов. В результате закончилась тем, что одна группа олигархов была смещена, к власти пришла другая группа олигархов, те же люди, никто не поменялось, ни Юлия Тимошенко, ни Порошенко, то есть, никаких... Своротажа. Те же люди у власти остались. То есть, они говорят какие-то вещи, которые люди хотят слышать, а де-факто страна деградирует. Это мое, я думаю, что многие украинцы со мной не согласятся, но мое мнение сформировалось таким образом. Я, кстати, всегда привожу пример конфликтного и мирного разрешения ситуации именно на примере Молдовы, когда говорил со своими коллегами из Украины, то есть, в отношении Донбасса и так далее. Я им говорю, у нас в Молдове было два конфликтных очага. Это Приднестровье и Гагаузия. Детали я опускаю, хотя они тоже имеют значение, но де-факто с Приднестровьем мы начали воевать и мы его потеряли. С Гагаузией худо-бедно мы договорились, дали им автономию и она продолжает развиваться и существовать в рамках страны. И, кстати, побыстрее, чем остальные районы страны. Я это привожу в качестве примера. Если у вас возникает какой-то конфликт такого рода, окей, они сепаратисты, они хотят какие-то свои условия языковые или политические или даже финансовые, дайте все, что они хотят. Лишь бы они остались в рамках страны, потому что это гораздо лучше, чем война. Вот что бы вы, на какие бы вы уступки не пошли, это лучше будет, чем та война. Вот сравните, условно говоря, дали бы они Донецку и другим регионам какой-то особый статус, языковой и так далее, и так далее, и сравните то, что сейчас. Там миллионы, миллионы беженцев, реально миллионы, это не преувеличение. Ворушенная страна. Десятки тысяч убитых, то есть разрушенная экономика и так далее. И люди повязаны уже кровной враждой, местью, над долгой. и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот, поэтому нам надо, когда у нас здесь обостряется в очередной раз ситуация, надо показывать украинский пример. Смотрите, что как говорили благородными или как там благими намерениями дорога в ад вымощена. Вот это то, что произошло у нас в соседней стране. Значит, я так понял, вот наша передача подошла к концу, она пронеслась так стремительно, что, честно говоря, я даже не ожидал, вот мне пока живут наши операторы, что она заканчивается. Мне нравится, что, очень понравилось, что к концу передачи мы услышали от тебя, каждый человек имеет право на свое мнение, и оно, если выстрадано, оно как-то пропущено через себя, вот эту очень важную мысль, слушайте друг друга, идите навстречу друг другу, потому что мы люди одной земли, и вот это наша земля, наша общая мать, вот она призывает нас, своих детей, идти вот по этому пути. Разных менталитетов, разных национальностей, но у нас одна родина, одна земля, одна стартовая площадка для нас, для наших детей. Я так понял вы хорошо обобщили и финализировали то, о чем мы говорили. В принципе, естественно, я с вами полностью согласен, и это я и пытался, в данном, приводя пример наших конфликтов в призме украинских, обращаясь к любым там политикам, я сам полностью вне политики, но как бы, будьте осторожны, не призывайте людей к обострению, к войне, а когда обращаешься к людям, не верьте политикам, которые вам говорят, что если вы просто убьете инакомыслящего, то от этого ваша жизнь станет лучше. Это неправда, так никогда не бывало в истории. То есть, когда ты убиваешь своего согражданина, ты убиваешь самого себя, что-то в себе. Часть своей нации, часть своей культуры, часть своей страны, конечно. Да. Так что... Ну что, большое спасибо. Надеемся, мы еще встретимся в этой студии, договорим. Потому что я чувствую, что эта тема очень многогранная, многосложная. Это тема, кто мы такие, как мы живем, как мы видим друг друга, почему мы так живем, как желательно бы было. То есть, это то, что очень важно. Нам кажется, это общая философия, какие-то там разговоры, а жизнь показывает, что это есть самое главное. То, от чего происходят и все беды, и все радости человечества. От того, как оно само осознает себя. Дорогие соотечественники, у нас в гостях был, как я вам обещал, замечательный собеседник Руслан Усков. И хотелось бы, чтобы мы еще не раз встречались в этой студии, по этому же самому поводу. А призыв такой, люди, я любил вас, будьте бдительны. Вечно любящий вас, Виктор Иванович Большевич, и, как я понял, и Руслан Руслан Усков. Руслан Усков. Руслан Усков.